Приветствую вас, дам несколько таких взглядов со своей точки зрения на проблему вашего ребёнка. Во-первых, хочется, наверное, знаете как, вот мой ответ, он будет состоять из таких, ну как бы, небольших фонариков, небольших таких моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, и которые вам следует, ну, наверное, сделать шуточку более значимыми в своей жизни. Во-первых, ваш ребёнок ведёт себя таким образом, потому что у него отсутствует чувство ответственности. Другими словами, его, у него вопросов нет, то есть ребёнок не чувствует ответственности за то, что делает. Шесть лет – это тот возраст, когда ребёнок хочет делать всё сам, он активно познаёт окружающий мир, и он считает себя, ну, так и знаете, центром вселенной. Он считает себя единственным, достойным внимания, и он убеждён, убеждён, что именно ему это всё внимание и должно быть уделено. Дальше. Важный момент, о котором мне хочется вам сказать, заключается в том, что поведение вашего ребёнка, именно поведение, оно, как бы, знаете, такое, действительно истерическое. Но истерика – это не то же самое, что истерия. Истерика – это достаточно яркая, сильная, агрессивная модель поведения, негативная. А истерия – это стремление человека привлечь к себе внимание. И ваш ребёнок, судя по всему, если вы говорите, что это поведение началось со смерти некоторых ваших родственников, ваш ребёнок стал чувствовать недостаточность внимания к себе. И эта самая недостаточность внимания к себе начала провоцировать у него такое вот поведение. Начала провоцировать у него такую вот линию, линию его поведения. Соответственно, возникает вопрос, что ребёнок потерял, что ребёнок пережил. Вот вы говорите, он скучает по бабочке и по вашим родственникам. Он скучает, значит, ему их не хватает. Значит, он что-то перестал получать с тех пор, как их не стало. А вы этого дать ему не можете. Ну, по какой-то причине, соответственно, нужно понять, почему вы не можете ему это дать. Почему вы не можете дать это ему. Надо понять, что это вообще такое. Чего ребёнок хочет, чего ему не хватает. И всё-таки постараться в определённом количестве это ребёнку дать. Причём, не стоит здесь форму воспринимать буквально. То есть, постарайтесь проанализировать, что именно ребёнок получал от этих родственников. И в обобщённой форме, естественно, не стремясь к тому, чтобы заменить ушедших, постарайтесь ему это дать. Следующий момент, это момент, пожалуй, ну, не очень понятный здесь. Но, тем не менее, это момент, который заключается в отсутствии границ у ребёнка. Понимаете, в шесть лет малыш, вообще-то говоря, нуждается во мнении взрослых людей. В шесть лет малыш, вообще-то говоря, не может справиться с обстоятельствами, которые преподносит ему жизнь самостоятельно. Ему нужна помощь в взрослых. И вот эта агрессия, это реактивное поведение, реакционное поведение, поведение – суть реакции. На что? Давайте подумаем. Либо на чрезмерную опеку вследствие с его болезнью, вследствие с его болезнью. То есть, он болеет, у него есть диагноз, вы, соответственно, как-то, видимо, даёте ему понять это, даёте ему почувствовать это. Ну, это, конечно, очень тонкий момент, тут нужно разбираться, есть это у вас, нет это у вас, как вы относитесь к ребёнку и так далее. Он сам, скорее всего, тоже чувствует, что с ним что-то не так. Он чувствует, что у него не всё в порядке. И опасается уже сейчас, что он не похож на других. Опасается того, что из-за его особенностей, которые он сейчас не понимает, вы будете другого ребёнка любить больше, чем его. И, возможно, это, поскольку это началось, как я понял, ещё до рождения второго ребёнка, соответственно. Возможно, он подумал, что вы относитесь к нему не так, как относились к нему те родственники, которые учили. То есть его, по-прежнему, с вами нервы звонят, а родственники давали ему то, чтобы было, ну, заседа проведения, реакция на ощущение себя не таким, как раньше. Это реакция на некомфортное самочувствие, на некомфортное сопоставление себя и окружающего мира. Может быть, это реакция на гиперобегу с вашей стороны. Может быть, это реакция на некую жалость, если вы его жалели, на некую, вот, вседозволенность. То есть, понимаете, агрессия, агрессия, это всегда компенсационное поведение. То есть, ребёнок что-то компенсирует, что-то такое, что он не может получить другим способом. Может быть, собственная значимость. Вот когда он ведёт себя агрессивно, он чувствует, что что-то значит для окружающих его людей. То есть, по-другому они его не воспринимают. Он может, это следствие того, что он считает, что вы к нему не прислушиваетесь. И так далее. Это нужно понимать. Дальше. Поскольку я уже сказал о том, что ребёнок в этом возрасте не может обойтись без помощи взрослого, без помощи родителей, ну, вообще взрослого, родителей, скорее, в частности, то он от вас зависит. Ну, объективно, во всём. И если ребёнок шесть лет, ну, во-первых, может спокойно, как-то вот, агрессировать, потом уходить к себе в комнату, и, видимо, это нормально, никаких последствий для него не имеет, а после вы, вот, непонятно, как вы ведёте себя с ним, ну, и зачем ребёнку менять своё поведение тогда. То же, вообще-то говоря, не очень понятно. И ругать его в тот же время, потому что агрессия на агрессию лично увеличивает эту самую агрессию. Именно ругать вашего ребёнка не стоит. А что нужно сделать? Ну, вообще-то говоря, желательно, чтобы вы спокойно давали ему понять, что точно он сделал плохо. И это не выражается в ответной агрессии на самом деле. Это выражается в таком вот молчаливом, холодном, немного отчуждённом отношении к ребёнку. Возможно, даже безразличным отношениям. И вот этот момент, ну, не понимаю. Пока для ребёнка всё понятно, он будет вести себя агрессивно. Потому что ему понятно, что делает он, как ведёт из себя вы и так далее. А если ему будет непонятно, что происходит, естественно, это спровоцирует его обратиться к вам. Спровоцирует его тянуться к вам, прислушиваться к вам. Ну и, собственно говоря, раз за разом это будет вынуждать его менять своё поведение. Осознавать, что он действительно поступил плохо. То есть важно формально, формально общаться с ним в тариже. А вот фактически вы меняете к нему отношения, вы меняете восприятие его, вы меняете то, как относитесь к нему. И, собственно, у ребёнка начнёт закрадываться понимание, не сразу, конечно, понимание того, что то, что он сделал, имеет последствия несколько более глубокие, чем те, что есть сейчас. То есть, скорее всего, ребёнок думает, что вы на него накричите, вы сразу что-то сделаете, успокоится, и в итоге всё будет как обычно. Это не совсем правильно. Вот. Это на меня. Дальше. Ответственность. В качестве кого воспринимает ребёнок нашего в качестве своего соперника. То, что вы стараетесь не делить внимание между ними двумя, это понятно. Но всё равно в силу того, что второй ребёнок грудной, вы не можете не уделять ему больше времени. Просто физически. И это не может не задевать старшего. Соответственно, здесь, как правило, рекомендуется вовлекать старшего в процесс именно успехательный, процесс именно по уходу за младшим ребёнком. То есть, чтобы младший видел не то, ой, то есть, прошу прощения, чтобы старший видел не то, что вы только и делаете, что носите с младшим, а чтобы он видел, что это большая ответственность. Давайте ему попробовать, естественно, в своём присутствии, сделать что-то полезное для младшего ребёнка. Покажите, какая это ответственность. Покажите беспомощность младшему, старшему, чтобы он бы чувствовал себя сильнее и, возможно, осознал бы кардинальное различие в своём положении и положении младшего ребёнка. Далее мы поговорим о модели мужского поведения в принципе. То есть, то, что делает ваш старший ребёнок, ну, вообще-то говоря, больше напоминает женскую модель поведения. То есть, истерики, крики, агрессия, всё это именно женская модель поведения. При этом важно понимать, что сама по себе модель, то есть, в буквальном смысле слова, не означает, что ты так ведёшь себя женщина. Наоборот, так могут вести себя все люди, каждый. Дело не в этом. Дело в том, что ребёнок руководствуется эмоциями. А значит, именно эмоционально чувственная доминанта поведения человека это всё-таки женская черта. И именно эта женская черта вынуждает мальчика вести себя ну, немножечко несуратно. Вот просто, если у вас хорошее воображение, представьте себе на его месте девочку. И вы увидите, что, в общем-то, девочке такое поведение было бы, ну, гораздо более к лицу. То есть, да, не сказать, что она права, не сказать, что она правильно себя ведёт, но для девочки такое поведение было бы более естественным. Одного мальчика нет. И здесь нехватка образца мужского поведения. Нехватка кумира, нехватка идеала, если угодно. У мальчика нет того, на кого бы он равнялся. Кем бы он хотел быть? Нет авторитета. Возникает вопрос. Почему? Кто мог бы стать для него авторитетом? Вообще-то, говоря, в первую очередь, это отец. именно отец даёт первичную модель мужского поведения для ребёнка. Но интересно было бы разобрать с вами этот момент. Насколько хорошо общается отец с ребёнком? Насколько хорошо отец даёт ребёнку ощутить себя мужчиной? Ведь это очень важно. И это возможно уже сейчас. Можно немножечко проявлять хитрис, говорить, что собственно вот ты же хочешь быть мужчиной? это как бы папа говорит хочешь быть мужчиной? Ребёнка такой да, конечно хочу, что для этого нужно сделать. И ваш как бы муж и его папа называют какие-то вещи полезные, которые нужно делать. Говорят, что вот это и делают тебя мужчиной. То есть придаётся новый смысл, придаётся новое значение тому, что нужно делать и то, что как бы совершалось обычно, но не осознавалось в том значении, которым теперь представлено. То есть мы здесь плавно так пришли к приданию новых значений тому, что должен делать ваш ребёнок. Чем больше будет значений у требуемых действий, и чем больше эти значения будут соответствовать тому, что дорого ребёнку, что для него интересно, важно, ценно, тем лучше будет у него результат. Ну и конец последним, что мне хотелось бы вам сказать. Дело в том, что болезнь, которую вы называете, она многогранна. И очень много тонкостей у этой болезни. И часто нервная система страдает при этой болезни. Поэтому всё-таки здесь я бы порекомендовал узнать, какие именно области центральной нервной системы головного мозга были поражены и где проявляется собственно его болезнь. И что? Потому что поверьте мне, формы могут быть совершенно разные. И без учёта этих особенностей, без учёта этих нюансов нельзя рассчитывать на адекватное поведение по отношению к ребёнку, потому что ну поскольку он ребён всё-таки ещё маленький, он не отдаёт себе отсчёт о том, что с ним происходит. И важно у него их комплексы не развить, и важно учить его ответственности, и важно не требовать от него того, что он не может в силу своего заболевания. Это тонкий момент, это сложный момент. И поэтому чем лучше вы будете подготовлены, тем лучше для вас и для него. Но я бы рекомендовал вам активно завлекать отца в общение с ребёнком. Активно стараться искать идеалы мужского поведения, авторитеты кумиров для ребёнка, чтобы он старался быть тем, кем он будет восхищаться. Это очень-очень важно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.